Украина лидирует в Европе по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. А Одесский регион находится на вершине рейтинга по количеству больных гипертонии и гипертензии. Как государство пытается остановить эту страшную тенденцию и как это у него получается, смотрите далее в сюжете. Правительство запустило пилотный проект по государственному регулированию цен на лекарственные средства для гипертоников. Каждый больной должен получить скидку на соответствующие лекарства. Однако традиционно возникли проблемы. Власти фармацевтические компании не могут найти общий язык. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту цифру 1219 мест. А в пилотном проекте у нас на сегодняшний день участвует всего лишь 234 аптеки и аптечных пунктов. То есть показатели, как видите, очень и очень низкие. А пока власть и бизнес пытаются найти общий язык, Одесский регион вошел в число лидеров по этому страшному заболеванию. Цифровые показатели, которые будут завтра в 9 утра в Министерстве здравоохранения, будет проводиться аппаратное совещание, куда вызывают меня, начальника управления здравоохранения Одесской области. Но они, мягко говоря, очень неутешительные. То есть по состоянию на сейчас мы практически находимся внизу турнирной таблицы. Всего в нашем государстве 12 миллионов страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В нашем регионе 665 тысяч. Это каждый четвертый. Правда, это всего лишь официальные цифры. Неофициальная статистика гораздо страшнее. Украина относится именно к тем странам, в которых от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 60% мужчин и женщин. Эта болезнь является самой уязвимой, вызывающей больше всего инвалидности, вызывающей больше всего смертности, вызывающей больше всего потери трудоспособности. И снижает явно потенциал, как и жизненный человек, как и психологический, физический. Одной из основных проблем Одесского региона является контрафактная продукция. Чаще всего ее поставляют из Румынии и Молдовы. В большинстве случаев такие лекарства не оказывают никакого эффекта. Однако были зарегистрированы случаи летального исхода. Денис Соколов, Юрий Веселок, телекомпания «Круг».